Садапового органа правой рукой. И говорит Аль-Иршат. И второе, на что может уйти запрет запрещенности, это Аль-Иршат. На совет. Иршат это что? Совет. Митлакавлий, салаллаху алиммуаз. Как, например, пророк, салаллаху алиммуаз. Сказал Муазу ибнаджебалю, Ла тада анна анта куля дубара кули салатин. Ни в коем случае не оставляй говорить после каждого намаза Аллахумма аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. О Аллах, помоги мне лучше поминать тебе, благодарить тебя и лучше поклоняться тебе. Этот хадис приходит у имама Ахмада ва будауда за саверну и снато. Так, то есть смотри, здесь что пришло? Ла тада анна. Не оставляй ни в коем случае. Это пиан мударя с чем? Макрун биля аннахи. Значит указывает на запрет. Минзиратин наги. Так или нет? Можно ли сказать, что здесь пророк запретил Муазу ибнаджебалю оставлять произнесение этого дуа в конце намаза или после намаза? Можно так сказать или нет? Запрет пришел, но говорит, здесь запрет для Иршада, просто как для совета. То есть я тебе советую, что не оставлять эти слова в конце намаза. Фидубур и кулли сала лучше сказать в конце каждого намаза. Потому что если приходит это выражение дубур кулли сала, можно понять его в конце намаза, а можно понять после намаза. И ученые разделяют, говорят, если приходит дуа, то под дубур кулли сала имеется в виду в конце намаза, перед салямом. Как дуа сказать. А если приходит викр, поминание, тогда дубур кулли сала в конце каждого намаза имеется в виду после намаза. Потому что пророк делал дуа до саляма, Так? А зикар делал после саляма. После саляма. Потому что это выражение дубр пульля саля ничего тебе не говорит. Оно может означать и это, и это. И в конце намаза, и после намаза. Потому что дубр это что? Конец всякой вещи. Так? Конец какой-то вещи называется дубр. Поэтому можно сказать, что в конце намаза, можно сказать после намаза. Понятно или нет? Почему здесь не является запрещенным? То есть если бы Муаз оставил эту дуа, не взял бы за это наказание. Не заслужил бы наказание. Потому что здесь запрет пришел для Иршада. Иршад это что? Как направление, совет просто. Понял или нет? То есть пророк саляма ему посоветовал. Ему это посоветовал. Указывает на это еще и то, что он не посоветовал это остальным. А посоветовал это именно ему. Если бы произвещение этого дуа, оставление его было запрещено, пророк саляма не выделил бы Муаза этим советом. А другим тоже бы это разъяснил. Теперь у себя подпишите.